С приветом, Набутов. Итоги недели с Николаем Сванидзе. А когда у нас была пассивная? Ну, у нас бывали такие недели, но сейчас, мне кажется, напряжение, милитаризация, вот это ощущение опасности нагнетается, нагнетается. Потому что нельзя быть на свете активным. Такое, да-да-да. Итак, как всегда, мы с понедельника по четверг смотрим, что любопытного произошло в нашей с вами жизни и внешнеполитическом, внутриполитическом. Вот что я сегодня сделал, включил в обзорчик наш. Да? Ну, поехали. Как обычно, значит, первая любопытная история, может быть, прошла незаметно, но вот уполномоченный по правам человека в России, понедельник, Татьяна Москалькова, заявила, что принятый в 17-м году закон о декриминализации побоев в семье был ошибкой. И нужно выпустить другой закон. При этом ранее омбудсмен, естественно, за этот закон поддержал его, скажем так. Я считаю, что декриминализация ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье, то есть ровно наоборот. Я сторонник ратификации Стамбульской конвенции, которая осталась в тему защиты членов семьи, потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищен от доминирования члена семьи, который наносит ущерб, но не переходит грань преступления. Цитирую три о новости. Вот кто бы мог подумать, что декриминализация семейного насилия приведет к негативным результатам. Что если мужик бьет свою жену в пьяном виде, и ему можно, то это приведет к негативным результатам. Ну, может, и обратно. У нас же и жены бьют своих мужиков. Вы видели, какие у нас жены? И какие у нас мужички в стране остались? Жены у нас заряжены, да. Вот, в общем, если кто-нибудь кого-нибудь бьет, кто физически сильнее, может, жена физически сильнее, но, как правило, почему-то муж. То это приведет к негативным последствиям. Никто не мог этого предположить. Вот сколько копий ломалось, когда это предлагалось все. По-моему, там госпожа Мизулина, активный депутат нашей Государственной Думы, уважаемый, активно участвовала в продвижении этого проекта. И он прошел. Это как бы наши духовные ценности. Бьет, значит, любит. Да, конечно. Наконец-то вы стали понимать, Николай Каджи, что со своими либеральными здесь идейками. И потом один раз-то не считается. Один раз не... Случайно отмахнулся человек, но бывает. Сковородка. Конечно, с кем не бывает. Да кулаком. А теперь выясняют, что плохие люди. Вот совершенно никто не мог предположить. На самом деле, я бы... А как же вот госпожа Мизулина, правда, в этом... Ее точка зрения понятна, в общем, и любому здравомощущему человеку изначально, но как же вот госпожа Мизулина... Маскалькова при этом ни слова не сказал в адрес депутата в Государственной Думе, который принимает очередной, прямо скажем, весьма спорный закон, и через полгода голосует за БРА. Также они букву Ш нам ввели, например, для владельцев шипованных машин год назад. Все купили наклейки, кто-то заплатил штрафы, и через год вдруг выяснилось, что автопром, оказывается, ушел настолько далеко вперед, и там такие новые алгоритмы, что есть буква Ш, что нет, разницы никакой не имеют. Ну, да, я думаю, что, честно говоря, я боюсь, что введение буквы Ш не самое опасное в стратегическом смысле решение Государственной Думы Российской Федерации. Вот. Вот насчет семейного насилия это хуже. Да. Вы знаете, я не склонен в данном случае вешать там каких-то животных домашних на Татьяну Николаевну Маскалькову. Вот если она так считает, она считает правильно, то и слава богу. Потому что какую бы она позицию не занимала там некоторое время назад, она приобретает опыт в качестве уполномоченного права человека. Она человек искренний, она человек честный. Вот если она поменяла... Я не думаю, что она поменяла свою точку зрения, потому что я не помню, какую она тогда позицию занимала. Она поддержала. Поддержала, да. Я не думаю, что она поменяла свою точку зрения под чем-то воздействием. Я думаю, что она ее просто поменяла. Это бывает с живыми людьми. Приобретением жизненного опыта. Профессионального опыта Точка зрения может меняться Если она меняется в позитивном направлении В направлении здравого смысла То и слава богу Хорошо, Татьяна Николаевна, я вас поддерживаю Хорошо, ну это такая как бы для затравки Просто показательная история Сегодня так, завтра по-другому Вторая история, куда более интересная Тема понедельника Более третий наших с вами соотечественников 36% уверены, что необходимо определенно налаживать Отношения с Соединенными Штатами и Европой Причем годом ранее Доля таких составляла 24% Сейчас 36% Больше, чем статистическая погрешность Изменения неких настроений Тех же, кого не слишком беспокоят Политические и экономические санкции стран Запада В отношении РФ, их количество уменьшилось С 40 до 33% Следует из данных опроса Левада Центра Публикуют коммерсант Доля опрошенных которых санкции очень беспокоят Увеличилась почти втрое С 7% в 2017 году До нынешних 20% При этом 23% примерно столько же Их, они им абсолютно наплевать Проходят мимо них Значит, что касается международной изоляции России В связи с позицией властей по отношению к Украине С 8% до 21% возросла доля респондентов Я уже сказал, да? Да, да Ну, в общем, вы поняли Такая вот ситуация Вы знаете, это принципиальный рост Процентный Потому что 8% это достаточно чувствительно Но это не пренебрежительно Малая величина Но тем не менее, если взять электоральные Там, скажем, размеры нашей страны Это та цифра, на которую может власть закрыть глаза Она не решает Она 20 А 20 это уже серьезно 20 это уже очень серьезно Это пятая часть населения Российской Федерации Это очень серьезно И причем Взрослого 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 Ну, активно Потому что это 18 плюс Я имею в виду в данном случае Под активностью не физическую активность Потому что взрослая в смысле А то, что это наиболее социально активная часть Потому что если на этих людях отражаются санкции Если они отдают себе в этом отчет То это значит, что это наиболее подвижная Мобильная, активная И, вероятно, обеспеченная Часть Российской Федерации Наиболее образованная часть Российской Федерации Потому что наименее образованные Смотрят телевизор Круглыми сутками И ей объясняют, что все в порядке Что нас нагибают, а мы крепчаем И они в это верят просто по простоте душевной Да, они могут верить, может, сколько угодно Потом ты выходишь в магазин И все последствия санкций А им объясняют, что санкции ни при чем А абсолютно Бензин, НДС, продукты Парковки и прочее Другие слова на три буквы Это все мы не понимаем А вот То, что нас Америка пытается гнобить А мы сопротивляемся и встаем с колен Это нам объясняет Да, мы не встаем с колен Есть одна права Мы, может быть, как-то сопротивляемся Довольно смешно Колени понятие относительное Вообще, в каких ситуациях Чех встает на колени Встает с колен Это все Но если тебе объясняют Люди, которые пользуются твоим доверием Симпатичными лицами Ведущие на телевизионных каналах Убедительным голосом поставленным Что вот дело обстоит так, как они говорят Ты, естественно, даже Ты можешь Ведь Очень многие люди говорят Я не верю телевизору Врут, верят Верят У них это на уровне подкорки Конечно, откладывается Они сами могут читать, что они не верят А на самом деле начинают повторять слово в слово Но вот именно эти 20 или чуть больше процентов Которые выражают обеспокоенность Озабоченность Это наиболее мобильная Наиболее серьезная Наиболее такая Содержательная Значимая часть страны И на них не ориентироваться совсем Их пускать по боку Власть не сможет Да, я согласен Но с другой стороны Изменилась и тональность разговоров Давно уже нет этих Смифигочков, так сказать По поводу западных санкций Иногда есть Наоборот Иногда есть Иногда встречается Есть серьезный разговор Что да, санкции нам мешают Да, нам сложнее расти Вот вы видите Жизнь не становится Мы не можем показать вам нужный рост Который обещали Но это как раз из-за санкций И вот вам образ внешнего врага На который можно все списать И в данном случае В общем Ну, санкции, конечно, на нашу жизнь влияют Довольно То есть здесь Ну, такая довольно здравомысляет Еще история Да, еще больше, чем санкции На нашу жизнь влияет Состояние нашей экономики внутренней Ее структура Ее монополизация Ее ориентация Это люди бессмысленно обсуждать Они работают все Так или иначе на государство Разумеется 80% государственной Квази-государственной компании Вообще вся эта тематика Она дает очень богатую возможность Для пропагандистов Конечно Потому что с одной стороны Действительно все работают на государство С другой стороны Внешний враг по периметру Здесь есть где работать Но вот эта пропагандистская работа Которая становится Казалось бы Все мощнее Она дает все меньший результат Вот эта пресловутая схватка Холодильника с телевизором В конце концов Постепенно При том, что Холодильник свои Свои позиции вовсе не наращивает Да? В смысле там все хуже На телевизоре все лучше А в холодильнике все хуже Хозяйку обмануть невозможно Можно обмануть там мужика Который сидит с пивком Напротив экрана в трениках И значит болеет за За Трампа Или против Трампа Но хозяйку Которая ходит в магазин Которая считает Семейный бюджет Обмануть нельзя И можно ей сколько угодно Врать про санкции Про Америку Про Запад Пусть она поверит Но все равно У нее настроение фиговое Потому что в кармане У нее блоха на аркане И так или иначе Это сказывается На ее настроении И это настроение Даже если она его Не формулирует Но оно транслируется Да-да Напряжение Пессимизм Кстати говоря Просто рост колоссальной Напряженности Неуверенности И бесперспективности В будущем Это влияет Вот это эмоциональное Оставляющее Не отрефлексированное Не сформулированное Она влияет на позиции Людей конечно И это влияет В конце концов И на голосование И на отношение к власти Разумеется Поэтому власть всегда Любая власть Она заинтересована В оптимизме Населения По любому поводу Поэтому зрелище 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 Война Ура Пусть смеются Пусть хохочут Санкции Да слава богу Все что развлекает Все во благо Сейчас вот Люди настроены в минус Что-то я хотел у вас Кстати говоря Спросить У меня возникла Какая-то Параллельно Какая-то мысль Я забыл Что-нибудь личное Забыл Нет Нет Я право все знаю У меня надежные источники Вторник Дорогие Можно Саш Во вторник Перетечем Постепенно Здесь любопытное Что всплывает Во вторник История Спусеред С этими хулиганками Дело в том Что 4 декабря СПЧ Отказал Правительству России В пересмотре решения По делу Марии Олехиной И другие Против Российской Федерации В Большой Палате Таким образом Россия в течение Трех месяцев Должна выплатить Надежду Толоконниковой Марии Олехиной По 16 тысяч евро Екатерина Самуцевич 5 тысяч евро Также 11 750 евро Заплатить в качестве Компенсации Сдержка расходов Так В такие суммы СПЧ в июле этого года Оценил нарушения В отношении участниц Пусеред Право Предусмотренного Статью 10 Конвенции По защите прав человека Основных свобод Право на свободу Выражения мнений Статья 6 Конвенции Право на справедливое Судебное раздвратство Судьи единогласно Признали Что уголовное преследование А также объявление Видеоматериалов Группы экстремистскими Из запретных Нарушает права заявительниц Как пояснил ТАС Юрист Член Совета по президенту ТРФ по правам человека Не глава Прозащитной организации Агоры Павел Чиков На принятие решения Об отмене приговора Российской власти Отведено 3 месяца Наши уже сказали Что выплатят Да сумма Сумма В государственных масштабах Смешная Там Сколько там получается Три десятка тысяч Тысяч евро Не важно Прецедент Ерунда Просто стыдно Ведь дело не в том Сколько Дело в самом факте То есть должны Фактически По факту Принести Барышням Извинения Государство Не кто-то там Государство Под названием Российская Федерация Должно выплатить Барышням Компенсацию А это есть Прошу прощения Милые девушки Обознались Это было ясно Уже тогда Когда им задавали Пресловутую двушечку Два года колонии Строгого режима Это было ясно Уже тогда Это было ясно Всем Это было ясно Даже тем Кто их сажал За что девок сажают За дна Два года Пальцем Погрозить За пляски За пляски Неуместные в церкви Ну конечно Правильно Не одобряю Никто не одобряет Хулиганского поступка Но два года Колонии Трем девчонкам Уже тогда Было ясно Что это плохое решение Неправильное решение Репрессивное решение Вот теперь Пожалуйста Европейский суд По правам человека Где заседают Юристы Где никакие Не русофобы сидят То есть они там могут быть Разные там По своему То есть вы хотите сказать Что наш суд принял В данном случае Антиконституционное решение И противоречащее Всем международным конвенциям В которых мы участвуем По мнению Европейского суда По правам человека Да То есть это В отношении суда То есть это Противозаконный приговор По моему мнению Тоже да То есть иначе говоря Сейчас это решение Должно поступить В Верховный суд Да Для пересмотра И вообще по пересмотру Всей правоприменительной И для формального извинения Перед девушками Я не думаю Что это произойдет Вот я думаю Что будет так Деньги заплатят И дальше И дальше все Замнут и забудут Но все равно Осадок останется Осадок именно то Что девушек Неправедно осудили Девушек осудили На два года колонии Девчонки Три года провели В тюрьме В колонии Не весь за что И теперь государство Смущаясь Краснее Стесняясь Самого себя Выплачивает им Компенсацию Стыдно? Плохо? Будет ли это Прецедентом? Не знаю Не уверен Не уверен Потому что Нет Я скажу От чего это зависит Это зависит От наших отношений С Западным миром Частью которого Является Европейский суд По правам человека Потому что Если мы выйдем Из юрисдикции Если мы закроемся Железным занавесом Так что мышь не проскочит В гробу мы ее дали Чем плох Железный занавес? Он плох для всех нас Но он в известном смысле Хорош для власти Потому что у нее Полностью высвобождаются Руки Она ни на кого не смотрит Если при хороших Отношениях с Западом Власть должна смотреть На глав зарубежных государств С которыми встречаются Наш глава там Регулярно На разных саммитах Ручки жмет В глаза заглядывает Кофь пьет Целуется Значит нужно ориентироваться На их мнение А если На разные европейские инстанции Правозащитные А если Есть железный занавес Если мы ни с кем Не встречаемся Если Если нас никто не принимает И мы Соответственно Говорим А не очень-то хочется То мы ни на кого И не ориентируемся И делаем Что душеньке угодно Поэтому всегда Исторически Совпадают Хорошие отношения С Западом И смягчение Оттепель Внутри страны Обязательно Плохие отношения С Западом Это всегда Заморозки Внутри страны Любопытная история Из Франции Любопытная Она в силу того Что происходит В нашем на самом деле Государстве В силу как по разному Обществу реагирует На похожие события Ну не совсем похожие Темпераменты разные Темпераменты несколько разные Да у нас народ Более терпимый конечно Тем не менее Я не знаю Я не смотрел телевизор Мне сложно Насколько 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 это показывается И в каком виде Это преподносится Нашему населению Потому что это очень опасно Показывать в нашей стране И по телевизору Кое-что показывают Ну наверное Показывают много в сетях Это производится Я только по телевизору Я говорю про телевизор В сетях есть все что угодно Я говорю только про телевизор Вопрос как это подается Потому что Я напоминаю Со смешанными чувствами Как было сказано В Гамлете однажды Нет наверное Должно подавать Что хулиганы И поганят Париж Это должно так Потому что в обратную сторону Как триумф Так сказать Пускай с некоторыми издержками Народного волеизъявления Против повышения цен Это подать слово Вот что происходит на западе А вот ну или так Конечно Вот что происходит на западе Какое буйство И беспорядок И бардак На западе И какая спокуха И стабильность у нас Но отчасти это имеет Место быть Потому что Франция Выходит без подконтроля Я-то в развитии новостей Вчера уже заговорили О введении чрезвычайной ситуации По всей территории Всей страны Ну или как минимум в Париже И так напоминаю Что после трех недель Протестов Так называемых Желтых жилетов Придевших к гибели Трех человек И ранений около 130 Проезд Франции Решило ввести мораторий На повышение топливных налогов Там по-моему Пять или шесть процентов У нас как вы помните Значительно больше Рост постоянный И не только на топливо Нет вообще Самый главный предмет Нашего беспокойства По поводу этой ситуации Который нам мешает Так полностью Демонстрировать Картину происходящего там Это причина Вот действительно Средний класс Это же не цветные кварталы На этот раз Жгут машины Это вполне себе белые В основном себе Белые коренные французы Средний класс В их числе Вполне обеспеченные люди В их числе Вполне образованные люди Такие стабильные Налогоплательщики французские Которые недовольны Неконтролируемым Повышением цен на топливо Вот смотрите У нас это сказать Да Поэтому я эту информацию Доставил Да Поэтому спросил Как она подается Мне это очень интересно Так вот Введен мораторий На повышение топливных налогов Значит Параллельно Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона Резко упал А ущерб от протестов Достиг 4 или 5 миллионов евро Ну это не так Применер Франции Эдуард Филипп Выступая в Матиньонском дворце Объявил что власти официально Вводят моратории на рост И дизельный Цен на бензин Дизельное топливо На 6 месяцев Что будет дальше Пока не понятно Ну вообще Все подобного рода Моратории Но может Говорит ли это о том Что вот Гражданский протест Причем Понятно Во Франции Это такая политическая культура Они если что Сразу миллионами Профсоюзы По любому поводу Выходят на улицу И вот пожалуйста Вот результат достигнут Не будем забывать Друзья Что Франция Это уже страна Там тысячи революций В том числе Очень кстати Бешеных Кровавых Я напомню Что наши большевички В 17-м году В 1917 Они брали пример Ориентировались На Великую Французскую революцию В том числе По части кровищи Все время там А вот там то Голову то отрубили Королю с королевой А мы что тут Время тянем Ну мы расстреляем Мы да Мы времени стали Вот Поэтому там народ Темпераментный Французы Галлы как известно Вот Но Но подобные вообще меры Когда государство В капиталистической стране Да В нормальной Социалистической В капиталистической Все-таки стране Ну Социализм Понятие относительное Да То что мы называли Социализмом Конечно Это Да Социализм Это в Швеции То что мы считали Оргазмом Оказалось астмой Как уже Вот 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 Прости господи Ну но Это Это действительно Это действительно так Значит Он Социализм Действительно В Швеции Вы правы Но Но Это Ну Во Франции Во Франции Конечно все-таки С элементами Такого Социалистического То есть То есть Государственного Вмешательства В экономику С элементами Здравого Разумного Распределения В том числе Там налоговых Налоговых ресурсов Государства Но все равно Это капиталистическая Частопредпринимательская Экономика И вот В такой экономике Когда государство Превышает свои полномочия Начинает распределять Там где его не просят Там где экономика не просит Народ то может и просит Народу может и хочется Чтобы вообще Заморозили все цены Но тогда просто Престанет экономика работать Хочется государству Ребенку хочется Чтобы ему все Все разрешили Но Но Это не значит Что надо это делать Так вот Когда государство Расширяет Избыточное Своё полномочия И когда хорошим Не кончается Поэтому я думаю Что этот мораторий На цены Он долго не может продлиться Он для того Чтобы сейчас Успокоить людей Ну потом Тихой сапой А потом Тихой сапой У нас же сейчас тоже Межпочем мораторий На повышение На увеличение топлива Да Но он при этом Сопровождается Насколько Переделом рынка И выдавливанием Мелкий Да Но об этом Дмитрий Медведев сказал Мы говорит Наказали Не знаю Собрались вы об этом говорить Что мы Что мы значит Плюем Ну по смыслу Забиваем И какие еще здесь Жаргоны употребить На На обиды На наших Наших топливных баронов Смысл был такой Что наши Наши нефтяники Значит на нас Обиделись на государство А что теперь делать Ну пусть обижаются Если хотят Мы вводим Мораторий На повышение Цены на бензин Но сколько он продлится Я что-то не слышал Что наши нефтяники Обижались на государство Там вышел Сечин сказал Плевать мне Что этот Медведев Мне не указ Он ничего не понимает Что-то я не слышал Таких разговоров Я слышал Что кулуарно договорились У нас нефтяники И есть государство Вот в чем дело Поэтому им обижаться На государство Достаточно сложно Еще сложнее государство Обижаться на них Поэтому в схватке Так же и присесть Каждый нефтяник Может и остаться Без бизнеса В один момент Но может и государственный Чиновник слететь Слететь и тоже Остаться без всего вообще Поэтому я думаю Что в неравной схватке Дмитрия Анатольевича Медведева И нефтяников Победят нефтяники Но вот тоже Временный мораторий У нас введен Но у нас я повторяю У нас народ не реагирует Так бурные темпераменты Как во Франции На нарушение своих прав Экономических Социальных Политических Каких угодно А во Франции Пойди наружу Вот тебе пожалуйста Вот тебе пожалуйста И у Макрона рейтинг Там сейчас Там 20% по-моему У президента страны 20% рейтинг Это хорошо или плохо? Да хорошо живут Для президента Для президента плохо А для страны Ничего себе Вы представляете У них нет такого Нет Макрона Нет Франции Ну да Вообще оборзе Очень ничего не понимают Абсолютно Абсолютно Но у них и не сидит 20 лет Если бы Макрон сидел 20 лет То может быть тоже Ставили бы Знак равенца Между ним и страной Но ведь так не получается Согласен Роскосмос Подвергся информационной атаке В среду затейной Чтобы помешать стране Вернуть лидерство в космосе И создать образ Госкорпорации Пожирающей федеральные деньги Я напоминаю Кудрин обвинил Колоссально там И воровство И неэффективное использование И то и все И пятое и десятое Ну конечно там С Роскосмосом Катастрофа Я уж не говорю про То что с самой деятельностью происходит Я имею ввиду Запуски, аварии Сход спутников И так далее Деградация общества 13% Главная задача Главная задача Роскосмоса Как известно проверить Были ли американцы на Луне На Луне Безусловно Это Рогозин сейчас сформулирует Такое заявление В интервьюрии новости Сделал руководитель пресс-службы Компании Владимир Устеменко То есть непосредственный Подчиненный господин Рогозин Цитирую Сама отрасль Начала Реконфигурацию Для создания Профильных индустриальных холдингов Ракетного двигателя Строительного прибора Строительного Роскосмос пришел в движение Возможная информационная атака На нас Связана именно с этим Интересно Чья информационная атака И откуда она велась Мне очень понравилось Слово реконфигурация О, да О, что-то напоминает Комбинацию из трех пальцев Знаете Реконфигурация Такое элегантное Изящное Такое С эротическим некоторым Даже Ну, что скажете Проблемы понятны Но виноваты враги Как бы Ну, приемы известно Ну, кто же может быть виноват В проблемах Роскосмоса Как не враги Это еще давно Подбросили Откуда Откуда у вас Откуда у вас Доллары Где там были Подбросили враги Ну, ну, разумеется Делаем короткую паузу Вернемся к космической теме Через три минуты Итоги недели С Николаем Сванидзе Сейчас доброе утро Дорогие друзья Извините Никак не могу оторваться От салата Который достался мне В наследство С аппетитом С аппетитом Костя Ивлева Хорошо Вот что, кстати, пишут Например, Андрей из Ярославля Добрый день Как замечательно Во Франции Еще лучше на Украине Не так ли? Умные вы наши А вот что Я не очень умный Я тоже не понимаю Где Украина Где Франция И что там общего Между ними Да, и Андрей Видимо из Ярославля Хорошо Он главный На Украине На самом деле Все немножко не так Как показывают у нас По телевизору Нет, ничего Там хорошего мало Ничего хорошего мало Но немножко не так Как показывают Во-первых, немножко не так Во-вторых То, что там не все хорошо В какой-то степени Это и наша заслуга Я бы вообще об этом не забывал Да, что это Мы сыграли определенную роль В том, что там Не так хорошо Как могло бы быть Так вообще Некоторую роль Мы играем На Украине Продолжаем играть Так что Чья бы корова Кстати, о Дмитрие Пригове Чья бы корова мычала Он сейчас просто Воспоминания Пригова Приводились Поэтому Как тонко вы вливаете Дерьмо в душу народа Во Франции машины жгут А у нас типа народ туповатый Это призыв сжечь машины Давайте начнем с вашей Я езжу на метро Скажу откровенно Знаете, дорогие друзья Мы столько дерьма не найдем Чтобы влить в ваши души Оно само находится Без нашего участия Да, что видно по вашим формулирум Вот Вы, наверное, хотите Вот я имею ввиду Того уважаемого корреспондента Который нас обвиняет Хотите, чтобы мы вам врали Ну Не надо нас слушать Смотрите Смотрите Некоторые телевизионные каналы Бога ради Там говорят Правду и только правду Все прекрасно Никакого дерьма Все хорошо Прекрасная маркиза Смотрите Ничего Вы просто будете за все платить Вот и все И вы будете на сцену В пятерочке Смотреть с утра до вечера Мы не говорим, что во Франции Все правильно Там это политическая культура Такая Но зато там потом Не бывает таких Довольно давно Таких жестких революций Когда рванет все Вот Доведенного до вечера Когда нет клапана Да Они сожгли несколько машин Людей найдут Ничего Посадят Не проблема Три человека погибло Очень плохо Каждый человек на счету Каждая жизнь Но вы понимаете, дорогие друзья Что если у нас Не дай бог Вот если кто слушает меня регулярно Он знает, что я человек Очень миролюбивый Это правда Очень миролюбивый Я революции боюсь Вот если не да И не хочу ее В чем мне не нравится Как развивается ситуация у нас Она мне нравится прежде всего тем Что я боюсь за своих внуков И я боюсь Что у нас может кончиться Тоже революцией Боюсь этого Не призываю А боюсь И вот если у нас будет Как во Франции У нас будет не три человека жертвой Да А несколько больше Абсолютно Абсолютно Когда теряется контакт с людьми И теряются клапаны какие-то У нас есть исторический опыт И темперамент нашего народа Терпимый Долго терпит Потом быстро едет Потом так запрягает Что мало ли И главное это ни к чему не приводит Разрывается Просто к дополнительной тирании Ну или распаду государства Пушкин говорил про русский бунт Бессмысленный и беспощадный Абсолютно Вот это самое страшное Что может быть Абсолютно И им тоже конечно попользуются Те люди которые сейчас Ну понятно Мы понимаем Переобудятся моментально Так За что вы Шевченко избили? Какой же вы миролюбивый? Спрашивает Дмитрий Ну во-первых Простите Старая песня Посмотрите снова Ребят Я не буду возвращаться к конфликту Активом Шевченко Кому интересно Посмотрите видео Максим вел себя мерзительно Двух слов Двух мнений быть не может Так 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 Давайте ладно С Францией закончим Про Роскосмос Есть что еще сказать? Роскосмос? Ну вот опять Про Роскосмос Запада Да еще и Маск Извините меня Есть что сказать Я могу выразить свое изумление Тем что Такой Успешный менеджер Как господин Рогозин Остается во главе Роскосмос Ну формально он не так давно пришел Просто он был же профильным вице-премьером И так же курил Роскосмос Он курировал Роскосмос Коста еще более высокого начала Сейчас он его возглавил Вот я вижу успехи Роскосмоса Они по-моему на лицо Согласен Среда дорогие друзья Тверской суд Москвы Продлил до 8 февраля Срок ареста Известных футболистов Кокорина и Мамая Воскреченных под стражей За нападение Счеленкой водителя Здесь интересна формулировка Ну дело там шумное Активно обсуждается Вызывает полярные оценки Следователи прокурора Настаивали на продление ареста Так как спортсмены Обладают связями Значительно дежными средствами Они играли активную роль В преступлении Находясь на свободе Могут скрыться Или оказать довелье На свидетелей Особенно как Мамаев С Кокорин Надо переодеться В женские платья Сбежать Подобно легенде Из революционного Петербурга Легенде о Керенском Да Который Я напомню Никогда не переодевался В женское платье Это правда Но в советских учебных Историях говорили именно это Да Ну Несколько меняется Судя по всему Общественная атмосфера Вот По отношению к Мамаеву и Кокорину Ну уже все сбросили Свой негатив Совершенно верно Сбросили негатив Уже жалко мальчишек Там туда-сюда Они слишком жестко С ними поступили Поэтому я считаю Что Советский суд Гуманный Как известно Самый Который очень Бдительно И тщательно Мониторит Две позиции А именно Позицию власти И позицию общественного мнения А власть Мониторит позицию Общественного мнения Тоже очень бдительно И свою позицию Ставит в зависимости от нее Власть в этом смысле У нас достаточно прагматична Более прагматична Чем кажется И вот я думаю Что по совокупности Всего этого Мамаева и Кокорина Понемножку начнут Сейчас прощать И в общем И в общем Лично я скажу Что Деньги вернули В тюрьме посидели Мне их поступок Кажется отвратительным Но я ничего не имею Против того Чтобы их начали прощать Абсолютно Я вот полностью С вами согласен Там на самом деле Смешно просто По формулировке следствия Которое длится И уж продлили следствие Четыре месяца Когда все очевидно Достаточно было двух дней На самом деле Для выяснения всех Всех деталей Происшествия Тем более что Все заснято Ну а остальное Там какие-то словесные Словесные перепалки Были не были Это всегда Доказать это невозможно То есть то что я могу сказать О маме и кокорине Так сказать не укладывается В возможности Которые мне предоставляет Наш эфир Вот здесь есть Некоторые запрещенные слова Нет Ну идиоты конечно Да Но уже все Все уже На них потоптались Я думаю что Нет ну посадить Очевидно не могли На два года Ну не Бессмысленно В отличии от Пусси Рают Отпустить сразу Между прочим Скажем мы Вот Пусси Рают Девчонок трех Могли за пляску посадить А этих двух За драку За избиение не могли Но тем не менее Я считаю что и девчонок Неправильно Совсем посадили И этим Это был бы слишком жесткий Предел Ну я насколько понял Задача дать Четыре месяца Это довольно долгая история Потом условный срок Там какие-нибудь Я не знаю Потом не будем забывать Не будем забывать Что у них наказание Еще наслаивается Вот это вот Юридическое На фактическое Они профессиональные Спортсмены Они теряют форму И конечно Они теряют форму Которую потом Очень долго восстанавливать Потом я думаю Что немаловажная Еще подковерная позиция Например Человек как Алексей Борисович Меллер Который например Заинтересован Возвращением Кокорина Это другой вопрос Это уже лоббистские схватки Вокруг них Да Которые тоже играют Определенную роль И собственно И Зенит Поэтому вел себя Совершенно не так Как Краснодар Это частный клуб Сказал Мы взрываем контракт Он выплачивает Колоссальные услуги Хотя понемножку Понемножку Конечно Игрок который сидит В тюрьме Теряет форму Он теряет в цене Несомненно Безусловно Безусловно Ну еще и клуб Там наложат Какие-нибудь большие санкции Ну понятно Они за все заплатят Какими-нибудь деньгами Если уже за часть Они заплатили Так что еще в среду Ребят давайте посмотрим Тверской районный суд Москвы Арестовал на 25 суток Руководитель движения За права человека Члены Московской хельсинской группы Льва Пономарева Судья Дмитрий Гордеев Признал 77-летнего Пономарева Виновным в повторном нарушении Правил проведения мероприятий Часть 8 Статья 20.2 кап Из-за того что он призывал Участвовать в несогласованной акции За наших и ваших детей В поддержку фигурантов Дела нового величия И сети Пономарев считает Что это дела сфабрикованы А показания давались Под пытками Значит Перед оглашением Как вот пишут свидетели Перед оглашением вердикта Публика и защитники Добивались разрешения На съемку оглашения приговора Получить его не удалось Непонятно почему Почему Это что государственная тайна Получить не удалось И многие Все таки снимали Из-под полы На мобильные В результате приставы Спешно ходили Между снимающими Закрывая камеры Было плохо слышно Судью Отмечают авторы Вот Сообщений При этом полицейские Конвоиры Пономарева Скрывали нагрудные знаки Бронежилетами И отказывались представиться Ссылаясь на закон От полиции Ну то есть позорное Позорное наказание Как бы Ну на всякий случай лучше Делать придется Здесь есть еще один циничный момент А именно В этом Приглашении приговора В преамбуле Судьей было сказано С учетом возраста И состояния здоровья Обвиняемого Наказание 25 суток А если бы Фактически максимально Максимально А если бы возраст у него был Не 7 лет А 27 Что 25 лет бы дальше что ли Значит Вообще Это все Это очень цинично Я больше скажу Вот И зачем Вы знаете Это позор Вот я говорю Это позор Наказание в 25 суток Льву Александровичу Пономареву Льву Александровичу Пономареву Кто не знает А он фигура Которая никогда не пиарился Льву Александровичу специально Хотя никогда и не скрывался Он правозащитник Один из самых уважаемых В нашей стране Человек с абсолютно надежной С абсолютно проверенной Человеческой И гражданской репутацией Он был доверенным лицом Андрея Дмитриевича Сахарова На выборах Это человек Который бесконечно далек От всяких там Радикальных Экстремистских настроений Он считает Принципиально Что нужно Защищать права граждан В открытую Без всякой конспирологии Он всегда говорит Я иду на вы Я считаю Я пойду Буду стоять с плакатом Он выходит И стоит с плакатом Он абсолютный Бессеребренник Человек чистейший Как слеза Младенца Это известно Всем кто с ним Имел дело Кто с ним работал Человек бесконечно Уважаемый Бесконечно Почитаемый В правозащитной среде То есть на самом деле Следующий этап Если Если сажать На 25 суток Пономарева Бог меня простит Следующий этап Тогда нужно Людмилу Михайловну Тоже Чего бабушка Ходит на свободе Она твердый человек У него есть Своя позиция Судья найдет За что посадить Я надеюсь Людмилу Михайловну Дорогая Если вы меня слышите Вы меня простите И поймете Почему я так Говорю Эти нелепости Вот это Это фантастический Позор Для нашей судебной Государственной системы Арест И срок 25 суток Для человека Под 80 лет Причем за что Я объясню Что такое Дело нового величия Вот то что он говорил Про пытки Это относится к сети К делу сети А дело нового величия А там ГБшный провокатор Совершенно верно Внедренный Внедренный сотрудник Который создал Все это дело Создал организацию Придумал ее название Посадил этих В том числе Девочек Одну девочку Несовершеннолетнюю Они сейчас тяжело болеют Эти девчонки Дай им бог здоровья И очень трудно Кстати Привести в порядок Потому что им досталось В СИЗО По полной программе Вот он сломал Этим девочкам Сотрудник Судьбы Жизни Здоровья Теперь там фабрикуют Дело Вот против этого Выходил На марш Это была прогулка Там не было лозунгов Не было ничего Просто гуляли люди Под названием За ваших и наших детей Вот за это был Лев Александрович Подомарев За это он сейчас Получил 25 суток Да Ну Абсолютно Абсолютно позорнейшее дело Я знаю Абсолютно твердо Уверен То есть у меня информации нет Просто Это мое внутреннее убеждение Что за это будет стыдно потом всем Извиняться будут Это будет Просто черным пятном На репутации Очередным черным пятном На репутации нашей судебной системы И нашей страны Международной репутации Потому что 77-летний правозащитник Это даже не три девочки Спусирают Потому что они девочки А он старый человек С абсолютно Я повторяю Надежной Сто процентно прозрачной репутацией Фантастическая история Да Андрей Зарослав Не унимается Ох Ну конечно же Все в мире плохого Это от нас А от американцев Только все хорошее И они Всем только добра желают Сарказм Я понял что это сарказм Андрей Нам понятен Направление вашей мысли Я вообще не понимаю Почему здесь американцы Вот Вот это Вот это сразу Давайте так Я вам говорю Мы хоть слово говорили Про Верю Очевидный коррупционер Золотов Которого поймали Вот вас Он как-то не возмущает Хотя он вас обворует Вот я вам говорю Вот смотрите Вот открытые данные Очевидно Коррупция в руководстве Росгвардии При госзакупках Деваться некуда Как бы вы к Навальным Мне относились Не иметь значения Вот он показывает И вы мне в ответ Да конечно Вы Во всем виноваты Американцы Что вы не понимаете При чем здесь это Какая связь Это старые Я не говорю Они не святые Это внешняя политика Нет нет Просто при чем здесь они При чем здесь Разговор не об этом При чем здесь они Андрей Ау Ну хорош А если кого-то избили У нас во дворе А в Америке А в Америке Негров бьют Да я понимаю Нет это старые Это старые Советские Еще такие Контрпропагандистские Это нормально Это так работает Сейчас психология Огромная А в Америке Негров линчуют Да Которых там Кстати давно не линчуют И у них уже президент Балабама Там даже обратно Обратный Обратный Но в общем представлении То есть если линчуют То плохо А если они линчуют Тоже плохо Все плохо Я не понимаю Но при чем здесь они Но при чем здесь они Я говорю Асфальт воруют Что цены у нас Повышают на бензин Причем когда нефть дорожает Повышают на бензин Когда нефть дешевеет Повышают на бензин Вас это не волнует Вас волнует Американ Ну Украина На худой конец Такое впечатление Что вот Вступают люди Которые граждане В спор с нами Которые граждане Граждане Соединенных Штатов Америки Просто И вот они говорят А у нас в Америке Не исключено А у нас в Америке Плохие дела Вам сочувствуют Вполне возможно Что Андрей Американский провокат Андрей Мы вам сочувствуем Вообще Андрей Вам американцам Мы сочувствуем Андрей Мы не знаем У вас дела плохие Да я согласен Да мы вам сочувствуем Глубоко Мне кажется что это кстати так Но можно мы будем говорить О делах в России И с вашего позволения Если можно Да Благодарю Я еще раз говорю Господа У нас открытая площадка У нас все мнения Как вы знаете Звучат И многие события В нашей жизни Не имеют однозначной оценки Некоторые имеют Двузначную И трехзначную Соответственно Я тоже высказываю Конечно Свои персональные Видения ситуации Хотя из тех данных Которые появляются В средствах Пастой информации Открытых Так нормально По-моему разумно То есть вы высказываете Ваше личное Журналистское Абсолютно Верно Давайте переезжаем В четверг Дорогие друзья Тут у нас совсем мало времени В международном Олимпийском комитете Обеспокоены тем Что Мосгорсуд Признал недействительным Решение Спортивного Арбитражного Суда В Лозанне В отношении Президента Федерации Бабслия России Александра Зубкова Вот Значит В связи с тем Что его Зубкова Обвинили В употреблении Топинга Показали Доказали И аннулировали его Соответственно Или часть его Олимпийских Медалей Приятно Это неприятно Ну вот В общем Такое решение МОК МОК Обратился Разойдет То мы оказываемся В сложном положении Потому что Понимаете Мы можем При любом отношении К Зубкову Зубков Замечательный Спортсмен Там дальше Он попадает Под Так сказать Вот эти вот Санкционный Международный режим Там справедливо Несправедливо Другой вопрос Но решение В отношении Его принято Если мы Принимаем Свое решение Отличное От решения МОК То естественно МОК В праве Принимать решение В отношении Нас Мы тогда Можем Какого угодно И олимпийским Чемпионом назначили Конечно У нас так получается Сейчас большое количество Олимпийских чемпионов Которые не возвращают Медали Их амнистировали Нашим судом И они остаются Олимпийскими чемпионами Только на территории Российской Федерации Да Можем вообще сказать Вы знаете Вот такого-то у нас Обвинили в допинге Не допустили К олимпийским играм А он показывал Такие замечательные результаты Что наверняка Стал бы чемпионом Мы его назначаем Чемпионом Вручаем ему Свою золотую Олимпийскую медаль Итоги недели С Николаем Сванидзе Еще раз Для всей нашей большой Аудитории по стране Мы только что С Николаем Калычем Обсуждали Конфликт между Международным Амнистическим комитетом И российским Судом Наш суд признал Невиновным Условно говоря Президента Федерации Бабстрии России Александра Зубкова Оставил его В статусе Олимпийского чемпиона Мог требовать Вернуть медали Потому что он пойман На допинге И так далее Идет судебный Конфликт уже Там закончено Наши апеллируют Подали апелляцию Соответственно Если ситуация не решится То все может дойти До того что Сборная России Будет отстранена От Олимпийских игр 2020 В общем-то В этом случае Мы сами нарвемся Потому что Речь идет о некоем Сумасшедшем доме Мы же можем вручать Такие собственные Нобелевские премии Тогда скажем Вы знаете На наш взгляд Вручили Нобелевскую премию Несправедливо А на наш взгляд Нобелевская премия Заслуживает такой-то И вручим ее сами От имени Нобелевского комитета Внутри Российской Федерации У нас будет Нобелевский лауреат Считаться не тот А вот Кто признан А наш Ну Даже можно дойти До полного абсурда Вот на самом деле Ситуация с Зубком К сожалению абсурдна Это решение МОК Правильное Неправильное Оспаривайте Оспаривайте В международных судах Но если человека Лишили олимпийской медали А мы ему ее сохраняем Нашим внутренним решением Он тогда кто По статусу Как ему себя чувствовать Кем Он кто Он внутри страны Олимпийский чемпион Ну с точки зрения Международного олимпийского движения Он олимпийским чемпионом Уже не является Все Из всех справочников удален Разумеется Разумеется На мой взгляд Это унижение Для самого господина Зубкова Давайте последняя Короткая новость Соединенные Штаты Продолжают угрожать России После инцидента В Керческом проливе Спецпредседатель ГОСДЕПа Курт Волкер Заявил что Одной из мер воздействия Может стать отключение Москвы От системы банковских операций SWIFT Но об этом давно говорят Кроме того Обсуждается возможность Запретить российским судам Которые идут из Крыма Или Азовского моря Заходить в европейские порты Ну и по традиции Позвучали там Угрозы американские В адрес северного потока Ну там сложная ситуация Интересы Германии Европейских стран В нашем газе Там сложная игра идет Давайте про порты И про SWIFT Ну вот это все Бадалово с портами Это конечно неприятная Очень вещь В перспективе Но тут SWIFT ударит по всем Мастер карты Знаете что SWIFT Это удар по всем тем людям Которые имеют обыкновение Отдыхать не только В пределах страны Вот скажем так Но это не только По физическим лицам Это же банковские транзакции И компании Особенно те Кто внешнеэкономический Разумеется А банковские транзакции И компании Тоже ударят по физическим лицам Клиентам этих банков Естественно Поэтому вот То что То что Называется аббревиатурой SWIFT Это сейчас Я не готов объяснить полностью Не будучи экономистом И финансистом Может быть вы готовы Я нет Но знаю что это Как страшный сон Для нашей экономической Финансовой системы Ну есть страны Которые живут без SWIFT До сих пор Плохо Иран отключали Плохо живут Или он может быть и отключен Плохо живут Иран в какой-то момент Мы знаем Стал все-таки Просить о том Чтобы Его из режима санкций Исключили Он все-таки Не выдержал этого режима Именно Иран При всей своей гордости При всем своем объеме Это огромная страна Я напомню Иран Это не хрошка Это 80 миллионная страна Сопоставимая с Россией Плохо Для граждан плохо Да, Мариша А, минуточка уже осталась Доброе утро, Николай Карлович Доброе утро, Мариша Виктор Кириллович Доброе утро Вот, кстати Скажите, скажите что-нибудь приятное А у нас зарплатные качки Мы сразу все снимаем Нам доплевать Мы можем экосистемой мир Помимо того, что приятного смотреть Скажите еще что-нибудь приятное Для всех ваших радиослов Смотрите, тогда я начну с вечера В 8 вечера у нас новая программа Николай Карлович, Виктор Кириллович Рыбов и Пешков Темы программы Самый худший секс Ой, ну что ж такое Николай Карлович Вам надо зайти Нет, нет, нет Когда будет программа Самый лучший секс Тогда я зайду Понимаете, почему-то здесь Самый лучший кот И самый худший секс В общем, как случилось Самый худший секс Я заходить не буду Так вот, в следующем часе Программы «Мужские игры» Обсудим решение Верховного суда Можете остаться как раз в этом И как трактовать запрет Автовладельцам Оставлять транспорт У подъезда в своих домов А также на другие темы Поговорим в следующем часе С Никитой Небылицким Николай Карлович В следующую пятницу мы встречаемся Да, есть Есть Есть, я ваш Благодарим вас Извините, что было Было, может быть, не всем все приятно И достаточно жарко Но мы были, во всяком случае, с вами честны У нас все-таки программа Не вполне про секс Поэтому мы Не обязались, чтобы всем было приятно Доставить вам удовольствие Да, да, да Это правда До понедельника, дорогие друзья Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok